Девушки отдыхают 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 Думаю, что да. Хорошо. Хорошо. Я не вижу тебя, но я тебя слышу. Хорошо. Как ты? Все хорошо. Все хорошо. Очень рад. Сейчас очень важный момент сохранять наше целостное состояние с тем, что произошло сейчас в Москве. И наша ответственность держать баланс, держать свет. Я не знаю, как вы живете, что происходит. Это момент супер-importante для сохранения и сохранения наше целостное состояние. И сохранения наше целостное состояние. И, также, мы в этом время в экиносе. И мы в экиносе в экиносе. То есть, мы должны быть очень, очень осознанными. Это все, что происходит. И мы в экиносе в экиносе. И мы в экиносе в экиносе в экиносе в экиносе. Так оно и есть. Одновременно с этим здесь еще важен выбор, высший выбор каждого, кто находился там. Потому что просто так, естественно, ничего не происходит. И это было очень много. И это было очень много. И это было очень много. Чуть становиться темным. И, конечно. И он, все получается. И, конечно, нет, эффектура. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Y hay que confiar en nuestra elección divina, que contigo va a pasar lo que tú has elegido, lo que has venido a hacer aquí. Bueno, primero a todos, como siempre, agradecerte una vez más este directo para hablar sobre luna llena, el eclipse de mañana. Y bueno, como siempre, pues como digo, un placer. Y luego también un saludo y mucha fuerza con el máximo deseo de, bueno, dentro de la situación difícil que está sufriendo, pues el pueblo ruso, pues como digo, pues el máximo deseo para que se pueda superar y se pueda, pues, seguir adelante con todo lo que está sucediendo. Así que mucha luz y mucha fuerza desde aquí. Y también también. Y 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 también. И это помогает быть в Астрологии, так как индус, так как европейская, чтобы выйти на другой уровень революции, потому что, в конце концов, и в конце концов, мы можем продолжать революцию, и сделать это в лучшем способе possible. Да, действительно. И, в конце концов, в тема, что мы сейчас занимаемся сегодня. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 на каждого из нас и на весь процесс в целом. Одновременно с этим будет происходить более мягко, чем полное, например, затмение. В этом есть наши возможности, в том, что мы с большим внутренним состоянием баланса сможем это пережить. То есть даже если будут происходить какие-то у вас процессы, вам более проще будет сохранить ваше состояние. И, ну, для того, чтобы закончить эту первую introduцию, я хочу сказать, что, ну, эта луна лена, recordemos, луна лена, это с кончетом, который с солнцем и луна, которые находятся, которые находятся, скажем, в френте. И, по-моему, это происходит луна 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 луна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова para ver cómo se está fructificando. И, además, la tierra se pone en medio. Entonces, yo lo veo como un punto de materialización, de hacer también cosas internas, visibles, tanto lo que nuestro interior quiere ya decirnos, quiere ya salir, quiere ser ya consciente desde inconsciente, и lo mismo, los deseos y objetivos que queremos conseguir. Entonces, es como un momento, yo lo veo como oportunidad, otra oportunidad que tenemos. И Daniel сказал, он хочет напомнить, что у нас каждое полнолуние, это встреча Луны и Солнца, которые встречаются напротив друг друга. То есть в новолунии они встречаются вместе в одном доме, а в полнолунии встречаются напротив друг друга, в разных домах. Соответственно, здесь у нас затмение встает посередине Земля. То есть что будет происходить? Это для нас, на самом деле, великая возможность проявить, как и наше подсознательное, наше внутреннее, о чем говорит Луна, проявить на материальный уровень. Также и наше внешнее, наше желание, наше намерение сделать более явными, четкими для того, чтобы идти к их реализации. Думаю, вот так. Очень интересно, qué bonito esto que has dicho, ¿no? Justamente, pues, bueno, lo que media entre el consciente y el inconsciente, en este caso, pues, la Tierra, ¿no? Entonces, es como que, bueno, es muy interesante también lo que decías, bueno, ahora me voy a extender un poco más sobre esto, sobre Aries, y esto que decías, ¿no? Sobre ir a buscar o ir a reconocer aquello que uno quiere, desea, ¿eh? Realmente. Pero qué interesante esto que comentabas, ¿no? Porque la Tierra, al estar en el medio, es como que tiene que coincidir, ¿no? Estamos entrando, digamos, en una nueva frecuencia, en una nueva vibración, y que estamos haciendo coincidir lo que es el interior con lo que es el exterior, ¿eh? Y en post, ¿o a favor de qué? De la Tierra. Es decir, a favor de podernos comunicar, de podernos encontrar. Sí, 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 sí. Los días讲an de tenemos acceso en clario de la Tierra, ¿qué? которые нас ограничивают. Поэтому сейчас очень важный и ценный момент для того, чтобы вы совершали терапию, регрессию. То есть если вам нужна поддержка, помощь, сопровождение, вот сейчас период, он очень важен для того, чтобы зайти в ваше внутреннее глубинное, потому что от этого будет зависеть ваша реализация на ближайшие 12 лет. Соответственно, если вы чувствуете отклик с тем мастером, который вы знаете, что вас сопроведет, вы можете написать мне, у меня не так много места осталось на апрель, но если вам очень нужно, я специально для вас подберу того терапевта, которому вы сможете также довериться, потому что вы сможете почувствовать, что именно он вас сопроведет. И в том, что я сказал, что сейчас это очень важно, потому что, конечно, это очень важно, что делать все, что делать все, что нужно, что действительно зависит от изготовления интернета, из шкончилентов, что здесь оставалось... И мы можем сделать новое, но если есть что-то, что мы держим в наших предыдущих лимитов, и мы не знаем, что это действительно, это возможность идти вверх и собрать это, что мы находимся внутри этого лимита. Потому что любой лимитов, это действительно необходимо для того, чтобы в нашем жизни и в другом случае, и в другом случае, уже не работает. То есть, мы должны связаться с этим, чтобы это лимитов. Поэтому это время для этого лимита, это очень полезно для того, чтобы делать терапии. Поэтому, я очень рекомендую, что с людьми, 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 с людьми и с людьми. Потому что всегда, кое-каке терапия, с людьми, с людьми, до того, что я хочу сделать. Потому что это новый уровень, где я хочу, но я не вижу как. То есть, как у меня есть, как у меня есть, как у меня есть, как я хочу сделать, как я держу на уровне. уровень предыдущего уровня. Lo que está sucediendo es que se están dejando atrás viejos equilibrios y se está poniendo de manifiesto en el Nodo Norte, en Aries, se está poniendo de manifiesto aquello por lo que quiero luchar, aquello por lo que quiero hacia lo que quiero ir. Y por lo tanto, como muy bien decías, es un momento para poder hacer una terapia, es decir, un proceso de introspección profundo de reconocimiento de aquello que realmente soy y deseo. Y por lo tanto, que esto vaya en coherencia con mis acciones. Поэтому, через то, как ты общаешься, через твои новые reacciones, ты можешь видеть, как поменялось твое внутреннее состояние, как вырос твой уровень сознания. Es muy importante saber, ¿no? Lo que, el eje que estamos centrando esos eclipses, que las relaciones de viejas formaciones, de cuando no valoramos, cuando ponemos otro en lugar antes de nosotros, cuando traccionamos uno a otro, ya no va a funcionar. Y al mismo tiempo, hay dos variantes. O las personas que ya no están en coherencia con nuestro nuevo nivel que queremos vivir, que queremos sentir y desarrollar, o pueden irse de nuestra vida, o también puede transformar. Porque Aries, Sol en Aries, nos habla de un inicio, pero un inicio también puede ser de varias formas. Un inicio puede ser algo totalmente nuevo, o puede ser un nuevo inicio diferente de mismas relaciones, y mismos ámbitos de nuestra vida, pero ya desde otra perspectiva, desde otro nivel de tu evolución y tu conciencia. Sí, 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 lo he dicho antes en ruso. Sí, también está muy bien si cualquier cosa que os resuena, si también ponéis aquí, hablando con nosotros, compartir. Sí, Ania, si subes un poco, Ania ha comentado algo, Ania Rotenco. Sí, 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 sin duda. Mira, nos comenta algo también, Ania. Un poco de relación sobre estos temas, que empezó a haber reacciones que ya no le corresponden, ya que no elige. Sí, muy bien. Claro, como decía, es muy importante aprovechar este momento justamente como muy bien comentas. Es decir, aquello por lo que estoy aquí, con lo que me siento fuerte, me siento seguro, me siento, digamos, en equilibrio, se está deshaciendo, o sea, se está cayendo y por lo tanto esto requiere de mí, la vida me pide que me ponga en marcha, que vaya hacia aquello que realmente va en coherencia ya con mi sentir, con mi estar, etcétera. Y esto es algo que, como bien sabemos, no es fácil para nadie, para los humanos es algo muy difícil porque estamos acostumbrados a querer siempre mantener, digamos, la fuerza de la inercia, la misma inercia que nos vaya llevando y si no hay este tipo de cambios, de rupturas, etcétera, es como que nos anclamos en un mismo patrón. Y por lo tanto hay algo también aquí muy interesante, que tengamos en cuenta que también está Quirón en conjunción justamente con Mercurio y con el Nodo Norte y por lo tanto también es un momento de poder reconocer las heridas, reconocer tanto las heridas internas o propias, personales, pero también las heridas globales, que es con lo que nos estamos encontrando. Es un momento en el que se está produciendo una gran tensión y esta misma tensión, el desafío con el que estamos actualmente, el desafío ariano con el que estamos, es de poder resolverlo y de poder integrarlo, poder volver, digamos, a que estas energías vuelvan a su cauce para una mayor comprensión del ser humano. Y también Quirón es ir por dentro y encontrar este llave, ¿no? Tiene el símbolo de llave, es la llave de nuestra felicidad realmente, de nuestro ser unido con nosotros mismos. Entonces, esta coherencia con lo que quiero, pero para esto tengo que abrir una puerta que a lo mejor no me apetece abrir mucho, pero tengo que abrir porque hay cosas ahí que son importantes para que quiero conseguir. Tengo que coger unas cosas detrás de esta puerta. Y lo que es importante, es que tenemos un solucionado вместе con Mercurio y con Heron. Heron, lo que es nuestro ключ, es nuestro ключ, es nuestro ключ к нашей realización, a nuestro счастьe. Y en un momento con esto, esta es una planeta, la que se muestra en la muy profundidad, las escritas de problemas, que se muestra en nuestro sondaje, в глубине нашего подсознания, в нашем детстве в первую очередь, также внутри нашей матери, когда мы были ещё до нашего рождения, где мы были. То есть это вопросы глубинные, которые необходимо рассмотреть, которые необходимо раскрыть. То есть Херон имеет значок ключика. То есть ключик – это ключик к вашему счастью. Одновременно с этим необходимо открыть ту дверцу, за которой стоят и находятся ваши очень важные ресурсы, с которыми вы сможете реализовать то, что вам необходимо. Но иногда эту дверку страшно открывать, потому что там было страшно, потому что там было больно, и в какой-то момент я не смог с этим взаимодействовать. Но важно понимать, что сейчас ты находишься на другом уровне. Если сейчас тебе приходит какая-то ситуация, но сейчас ты готов. Тогда это был момент, когда эта ситуация раскрылась для тебя, но сейчас ты можешь с ней произмодействовать на другом уровне. И это очень важно. То есть ещё один момент для того, чтобы погрузиться вглубь себя, чтобы забрать то, что вам необходимо, для того, чтобы реализоваться уже в состоянии свободы. Вот здесь как раз написала Наталья, я вообще чувствую, что свободна. И прямо засуетилась что-то делать, и поняла, что устала, сдаюсь. То есть вот эта сдача, то есть я перестаю бороться, я просто есть. Это очень важно. И я прощаюсь. И я обзываю. И просто я немного читаю, и такие слова, что я боюсь, что я не могу, что я не могу. что делать. И я чувствую, что я уже готова, что я рину. И это очень красиво. Это очень важно, это очень важно, потому что, конечно, лучая, пытаясь сделать что-то, что когда не выйдет, и пытаясь сделать что-то, когда реально, иногда нужно ринуться. Это очень важно. Абсолютно очень важно. Прёху, конечно. Это есть путь, это есть путь в тот момент, когда мы доходим до определенной точки перед следующим уровнем. Нам необходимо отпустить наше, потому что наше желание чего-то добиться, оно также стоит на наших внутренних глубинных программах, которые пытаются за что-то бороться. И этот внутренний воин тоже важен, овен это воин, но воин может быть совершенно другого качества, не обязательно бороться с мечом, можно это делать иначе. И я думаю, что, конечно, потому что наши желания, что не достигнут, это потому что мы делаем что-то, но это из этой штыки, из всех путь и программах, inconscientes y claro cuando tú rindes es como ya vale no es como ya también liberas liberas esta parte porque también se puede hacer muchas terapias pero si tú no haces acción en la vida si tú no conectas de esto de otra forma esto tampoco no funciona hay gente que por ejemplo está mucho con meditación está mucho en terapias pero no avanza porque estamos ahí y además con este eclipse no estamos aquí en la tierra entonces todo lo que tú haces en meditación en conexión haciendo tus pasos espirituales limpiando con con terapias haciendo muchas cosas pero realmente que ha cambiado en vida como tú estás actuando ahora desde que estado entonces realmente realidad lo que te confirma tus procesos anteriores mira yaña también escrito que también ha empezado con poco con la ciudad hoy y bueno lo que has dicho tú no que el equilibrio en la libra no es también es un signo que busca este equilibrio pero a veces no es seguro a veces es dudoso le cuesta hacer este paso le cuesta como decidir porque claro está buscando para que todo salga para todos bien para ti para todos pero el aries nos da esta oportunidad de hacer esta acción menos pensar más sentir y hacer porque yo como soy aries yo yo sé cómo funciona entonces a veces puedes estancar pero claro para aries también yo trabajé mucho parte de equilibrio porque siempre como somos todo no si tenemos una parte y nos nos va de de puta madre que hacemos con una facilidad la otra parte nos cuesta por eso yo como he hecho mi proceso personal dos cosas y eso es importante llevar este equilibrio por 22 polos apuestos y saber que cuando hay esas dudas dónde estás no qué interesante esto que comentas y si nada que que objetar ni que añadir me parece que vas expresado con mucha claridad y respecto a lo que comenta la pregunta de higure gregor epskayana pues sí que me gustaría decir que qué interesante esto que comenta respecto al ah rendirse no al bueno acepto no porque justamente ha entrado marte en pistis e con lo cual marte que es un arquetipo pues usualmente del dios del guerrero o sea del que del que va a la lucha no pues entra en pistis que es justamente el signo de и из-за энергии, и из-за энергии, и из-за энергии. То есть, это очень интересно что вы говорите, и как, так же, мы также имеем в виду что мы имеем в виду большие стеллимы и conjunции между пистис, то есть, то есть, то есть, и из-за энергии, и из-за энергии, и из-за энергии И из-за энергии, мы оставим и, по другому, мы находимся в том, что мы начнем нового цикла, как мы знаем, в Арии, как мы знаем, но не только с Tusk, но и с чем мы собираем современные планеты, и это делает что, с таким функцией, это заполняем что мы обладаем, что мы начнем hacia adelante, aunque no sepamos cuál es el camino, aunque no tengamos la certeza, pero la energía es hacia adelante. Totalmente. Además, en astrología hindú produce realmente un signo para atrás y entonces está en Virgo y Pisces. Entonces, está muy coherente con eso, que realmente liberar y como dices del guerrero, guerrero pacífico. Guerrero puede ser no solamente con lucha con espada, guerrero realmente si no has mirado esta película, lo recomiendo mucho, porque es una película maravillosa para todas sociedades. Guerrero pacífico. ¿Tú también lo has visto? Sí, sí. Es muy bonita y muy profunda y ayuda mucho también a ver el arjetivo de guerrero, pero de otra forma. Entonces, para ahora también es muy recomendable. y esto, que como se ha preguntado Наташа ответила по поводу того, что как раз сейчас Марс, Марс это как раз наша планета, которая отвечает за воинственность, мужественность, это наш внутренний воин, он перешёл сейчас в рыбы. И это как раз другой архетип воина, это мирный воин. И как раз я вспомнила про фильм «Мирный воин», если вы его не смотрели, посмотрите, пожалуйста, это про другой, другого качества и уровня архетип того воинственного начала, которое есть у каждого из нас. И это очень важно. Ну, что я? Катерина? 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 Субтитры делал DimaTorzok Но сейчас всё слышно, да? Потому что сейчас Натали написала «Звука нет». Мы тебя сейчас ответим, родная. Скажите, что сейчас всё хорошо. Про фильм «Мирного война». То есть сейчас как раз по ведической астрологии находится затмение в Деве, Луна, и Солнце находится в рыбах. То есть здесь опять идёт соединение Солнца. Да, сейчас окей, окей. То есть идёт соединение двух астрологий. То есть когда мы понимаем, что это одно единое целое, мы видим, что здесь нет конфликта. То есть просто одни позиции раскрываются другими позициями. И, соответственно, это про наш внутренний порядок, про нашу внутреннюю структуру, которая одновременно с этим даёт возможность выйти на новый уровень осознания своей силы. Потому что воин, он есть в каждом. И очень важно его признать. Очень важно почувствовать, что он у тебя есть. И использовать эту силу, почему вот это состояние злости, агрессии, это непризнанная сила. Но когда вы переводите своего воина на другой созидательный уровень, мы там начинаем совершенно другие совершения. И, соответственно, что производится в Казах 4 и Казах 10, и в Европейской Астрологии в Казах 5 и Казах 11. Ну, уже знаем, что в Казах 8 и Казах 15, и в Европейской Астрологии в Казах 11 – Казах 11. И, конечно же, есть разница, но мы можем видеть, в каждой регионе, какие темы они относятся и темы они занимаются лично, потому что каждый регион тоже имеет свой предложение. Если вы хотите, потому что, естественно, мы сейчас говорим про общие вещи, и каждый, например, тот же дом, в котором проходит наше затмение, оно есть в том регионе, в котором мы смотрим ту или иную точку. В зависимости от времени, которое происходит в том или ином регионе, в той или иной точке пространства, естественно, будут различаться данные. Поэтому для того, чтобы знать именно ваши конкретные сферы, где у вас будут происходить самые приоритетные, важные изменения, и где нужно взять определенную ответственность, вам нужно посмотреть в своей карте, то есть сделать вашу карту в любом возможном калькуляторе, которым вы пользуетесь, и посмотреть пятый градус, где находится пятый градус весов, и по-видической посмотреть, соответственно, Дева, в каком доме у вас находится Дева. И также вы можете обратиться ко мне, вы можете обратиться к Даниэлю. В принципе, вы посмотрите, и я, наверное, в телеграм-канале выложу пост, и потом дам какие-то именно конкретные под каждый дом, какие у вас сферы и что будет происходить. Можно сделать так. Субтитры сделал Dimaэлю. И у нас есть оллайн и оллайн 8, который будет на светлый день. И у нас будет на карте и цена. И это интересно, потому что сейчас начнем у нас именно с эллипсисом. И у нас будет еще еще 2 эллипсис, который будет в течение сентября, и сентября 2 и октября. И как я говорю, это будет начать сентября, pues esta temporada y esto también es indicador de cómo la energía recordemos así muy rápidamente cómo los eclipses se producen justamente en el eje en el que están los nodos y los nodos tengamos en cuenta que a nivel de astrología cármica nos habla justamente de aquellos aspectos que venimos a solucionar o venimos a resolver И так хорошо. Важно помнить, что мы сейчас находимся именно на оси Весы и Овен. Эта ось у нас будет раскрываться в следующем затмении, которое будет 8 апреля. И следующая серия затмений, которая будет уже в сентябре и октябре. То есть это наша самая важная тема. Поэтому чем раньше мы возьмемся за себя, за свою ответственность, за свой новый уровень восприятия и взаимодействия с жизнью, тем, соответственно, мы с большим качеством и наслаждением пройдем не только этот период, но, соответственно, выйдем на тот уровень, где мы сможем уже быть тем ориентиром для тех, кому еще трудно, кому еще непонятно. То есть это по уровень ответственности, который создает ваше поле, которое помогает, даже если вы не являетесь проводником официальным, то есть если вы не зарабатываете на этом, если вы не являетесь проявленным в соцсетях, но одновременно с этим вы чувствуете свою духовную силу, то это будет влиять на ваше пространство, создавать совершенно другой вибрационный уровень. Поэтому, возможно, это даст вам определенную мотивацию для того, чтобы глубже работать с собой, с своей ответственностью и своим состоянием, потому что именно так оно принесет счастье не только вам, а всему миру. И, конечно, я думаю, что, когда вы начинаете, в смысле, в том, что ты не можешь думать о том, что другие говорят, потому что если не начнешь, то ты будешь как-то закрыть глаза и не забывай, как ты сказал, как ты сказал, и ты идешь туда и делай, потому что ты будешь начать, поэтому это на миссион, как ты можешь делать, и си мидо, но, конечно, эта партия из-за дуды, не знаю, как делать и как идти, но если я выбираю, и, во время, во время, с сенсацией и сенсацией, с репетом, observando мой паспорт, я продолжаю, но я продолжаю. Я не закрываю глаза, я продолжаю, я продолжаю, я продолжаю, и я продолжаю. Поэтому, я продолжаю. Идти без страха, не переживать, а просто познай, когда ты веный, и ты въедешь твой ум, ты чувствуешь, веществу и весть среди, и ты начнешь веществ, и ты вдвоем силы, ты вдвоем там. Ты вдвоем, и ты выдаваешь, и Вы идёте перед собой нашество. Только здесь верят, ты вдвоем, и ты вдвоем двигаться, otras luces porque tú crees en esto, porque sientes y vas avanzando entonces todo alrededor tuyo empieza también a encender o empiezas a dar la luz por camino que estás haciendo entonces esa es la cosa que tenemos que trabajar ahora hacer este fueguecito qué bonito qué importante, qué bonito qué necesario y como también como ya hemos estado comentando en otros directos la importancia también de que estamos ante un momento en el que no hay un liderazgo es decir, no hay alguien que esté dirigiendo realmente pues con claridad se están sucediendo cosas que nos hacen entrar en un lugar de incertidumbre de confusión de miedo y es muy importante como muy bien dices tú, mantener la la antorcha es decir, mantener la luz bien firme y ser capaces de atravesar pues las sombras la oscuridad el miedo y mantenerse con esa fe o sea, con esa capacidad de hacia adelante que es lo que no hay que no hay зажигается этот огнёчек, и он идёт вперёд. То есть, и если вы этот огнёчек поддерживаете, вы идёте с ним, вы ведёте за собой, то за этим огнём обязательно пойдут другие. Вы по своему пути осветите свет тем, кто будет рядом, кто будет проходить, и, возможно, кто-то будет идти вместе с вами, а кто-то просто почувствует этот свет, и каким-то образом он у него тоже срезонирует, что-то произойдёт, да, то что он очень необходим, что человек готов. Lo que, claro, de Astrología Hindu, lo que quería compartir, eso de otro eje, porque, claro, ahí hay correspondencia, pero realmente nos da a ver otros también áreas de nuestra vida y otros aspectos que tenemos que tener también presentes. Entonces, el Virgo y el Pisces, ¿no? Entonces, lo que me estaba pasando, porque, de verdad, que último mes, más o menos, porque yo recibo energías con antelación y voy viviendo, experimentando, y después observando, mirando los aspectos, voy entendiendo qué me está pasando. A veces me baja información, pero a veces voy sobre la marcha, a ver, porque estoy investigando también. Y, claro, la Casa 6, como el Virgo, porque la Casa y el Signo también tienen correspondencia. Podemos entender más sobre el Signo, mirando los ámbitos de la Casa, tanto con el signo y al revés, ¿no? El signo de casa. Entonces, orden, ¿no? Orden y desorden. Qué bueno. Este mes no podía planear nada, realmente. Es como, incluso cuando intentaba, me bajaba. Tranquila, fluía. Entonces, incluso con los directos, con otras cosas, menos de unas cosas que no podía cambiar, como formaciones y clases y terapias, menos de esto, realmente me ha cambiado totalmente todo, que las horas de comer, horas de dormir, horas y manera de hacer las cosas, de preparar las clases, preparar la formación, hacer materiales para curso, todo. Es como, yo iba flipando durante este mes. Es como, digo, ¿en serio? Es que, porque a veces duermo tres horas, a veces cinco, a veces nueve, pero confío en mí. Siento que si tengo energía, no voy a dormir. Entonces aprovecho para hacer las cosas. Y contrario, ¿no? Si, por ejemplo, yo nunca no duermo siestas, pero siento que mi cuerpo dice, túmbate, integra, vale. Entonces me levanto y puedo dormir media hora o dos horas, que digo, yo normalmente no duermo las siestas y cosas así. Es como también deshacer el orden y crear de nuevo desde tu libertad, que no existe nada fijo que tiene que ser. Tienes que dormir siete horas. No, porque si yo he dormido tres, pero me levanto y digo, es que tengo energía. Mi cabeza dice, tienes que dormir, hoy tienes esto, 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 no te vas a poder llevar a cabo, te vas a cansar, pero digo, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo siento? ¿Qué hago? Entonces, levántate, levántate. Por ejemplo, tengo que comer porque ahora tengo un evento de seis horas y me voy a sentir igual, pero no quiero comer. Entonces, hacer estas preguntas me iba llevando a nivel de desordinar todos los patrones de orden de lo que tenía ya creado. Entonces, eso me lleva a la parte de libertad, ¿no? El sol, sol en Pisces, es libertad, es ser todo. Y este mes, para mí era como, soy todo, soy todo, y esto, y esto, y esto, y esto. Y normalmente es así, pero era tan fino, tan profundo y tan constante que es que me venía esta sensación. Muy bueno. Es muy, muy bonito y lo veo que es excepcional. Para mí era muy excepcional este periodo y ahora lo sé porque ahora veo que está pasando. Pero claro, mientras que vives... Claro. Sí, bueno, como una vez más, ¿no? Como la zoología védica y la zoología occidental como van de la mano y nos está hablando, pues, justamente, de un momento, por un lado, pues, a nivel de relaciones, es decir, en el eje este entre Aries y Libra, donde se produce el eclipse, cómo se está produciendo, pues, justamente un desajuste, ¿no?, en relación, pues, a la diplomacia, es decir, a los equilibrios que hemos estado manteniendo. Se produce, pues, este desencuadre. Y, por otro lado, con lo que estás diciendo de la astrología védica en relación al eje entre Virgo y Pistis, ¿no?, que es donde se está dando esto, la luna llena y el eclipse. Con lo cual, otra vez más, pues, me encanta como cuadra y como confluye. Sí, 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 nos vemos. Это Девы и Рыбы. И Дева — это в первую очередь порядок, это структура, это ответственность, это то, что мы создаём сами, самостоятельно. И Солнце находится в Рыбах. Рыба — это я есть всё, это единство, это освобождение, это новые инициации, новые уровни, это дом, окончание цикла, дом, начало, это постоянное обновление, это дыхание, это лёгкость, это свобода. Вот что у меня происходило последний месяц, то есть кроме каких-то постоянных вещей, как занятия определённые, терапия, мастер-майнды, какие-то встречи, что-то, что было зафиксировано, то, что нельзя было подвинуть, всё остальное у меня пришло в абсолютный беспорядок, то есть определённый хаос, когда, например, ты не знаешь, когда ты ешь, когда ты спишь, то есть ты можешь не спать до трёх часов, ты можешь проснуться потом в пять в полной энергии, ты можешь не есть везде, не можешь поесть, причём твоё сознание тебе говорит, тебе нужно спать, как же у тебя сегодня мероприятие 6 часов или 12 часов, тебе нужно поспать, тебе нужно поесть, ты же не сможешь, но при этом ты внутри себя чувствуешь, что я сейчас хочу. То есть действительно, вот я проснулась, я спала там 2-3 часа, и у меня огромное количество энергии. Я понимаю, что я сейчас для того, чтобы создавать и творить. Моя энергия сейчас, она готова к этому. Я могу пытаться из своей головы себя заставить поспать, но насколько это реально? Это нереально. Реально то, что я чувствую, я ощущаю здесь сейчас. И вот у меня, так как приходит всё заранее, естественно, я сейчас могу чётко осознать, уже про взаимодействие с этим интегрировав и проанализировав, могу уже передать вот в этой точке здесь сейчас, как это работает. Это доверие себе. Это порядок, который не фиксированный. То есть основное — это то, как ты себя ощущаешь, и вот солнышко в зоне свободы, в зоне высвобождения. Порядок устанавливаешь ты. Каждый момент времени, самое главное, чтобы ты был в центре. Вот это самое важное ценное, что необходимо тоже помнить. Ну, тогда я хочу добавлять. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Помните, что сейчас очень важный момент, важно поддерживать себя, из-за того состояния поддержки себя поддерживать всех, кто находится в вашем поле, близко и далеко, с любовью, с поддержкой. Где-то закрывать глаза, идти в страх, одновременно с этим чувствуя каждый момент. То есть если вы идете вперед и чувствуете, что происходит вокруг, вы всегда будете под защитой, всегда будет все лучшим образом. Поэтому пишите, пожалуйста, что у вас откликнулось, ваши инсайты, делитесь этим эфиром. То есть в телеграм-канал напишу сейчас пост, чтобы вы прислали свои карты и дам шифровки по вашим домам. Также помните про то, что сейчас очень важный период терапии. Обращайтесь ко мне. Если я не смогу уже вас взять, я найду для вас лучшего терапевта. Поэтому обращайтесь, чувствуйте по отклику, как вам сейчас двигаться в любви и поддержке себя и пространства. Субтитры сделал DimaTorzok это лучшее, знаешь? Это как то же, но от другой уровень. То есть, раньше, например, слово благодарю было достаточно как-то неправильное. Я даже помню, когда я делал курсу в Абундации hace лет, и мне вышло эта информация, и я говорю, я снова работаю, потому что у меня была Ваши этапы в моей жизни, когда я работал с vocабулами, потому что некоторые слова имеют вибрацию, и используя очень много, это тоже влияет на ваш деньгами. Поэтому я снова делаю этот процесс с этой словами, «кабианность», «пасива», «благодарю». И я думаю, что иногда это очень сложно, потому что ты знаешь, что люди, даже не имеют нижний уровень, но ты не понимаешь, и в этот момент, я думаю, что я имею в виду, это очень эмоционально, это очень эмоционально, что мне сложно было делать. Но это делать, после чего я уже не могу сказать, А veces я говорю, но в форме очень редуктивное, что я не контролю сейчас, но, конечно, это как мы можем также поменять наши патроны. Блуд парио, да? Блуд парио, да? Потому что спросил Даниэль что это слово, я сказал что это то же самое, что спасибо, другую вибрационную уровню, я рассказала свою историю, когда я проходила свой первый курс по процветанию и изобилию, и пришла информация о том, что эта конкретная вибрационная форма, она действительно ведет нас к изобилию, потому что спасибо, это спасибо Бог, то есть снятие ответственности и благодарю, то есть я дарю благо, это благословение из себя, из своего источника, из своего соединения с Божественным, то есть это другой уровень ответственности. Я помню, что когда я начала практиковать и менять, то в некоторых ситуациях, например, с какими-то людьми, например, в сантехнике, то есть те люди, которые очень далеко, и для них эти слова раньше были очень странные, и в этих ситуациях было странное внутреннее ощущение, что я сейчас буду говорить, меня не поймут, и когда внутри я все-таки делала этот шаг, очень красиво раскрылась пространство. Поэтому просто вспомнилась на тему того, что он меня спросил про это слово, и, возможно, кому-то это тоже будет. Я понимаю? Благодарю Наталья Благодарю сердечно Благодарю сердечно Сердце – сердце сердечно Благодарю сердечно Williams Вау. 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 И Наталия говорит, что очень спасибо, что у нас очень помогали. И говорит, что Данил, ты уже очень важна для девочек русских девочек. И они тоже очень близки. В этом времени мы сейчас переделали. Вы уже получили часть информативного классного, информативного, и очень важная вещь. Спасибо тебе. Вау. 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 благо dario благо bagrio blаго dario bueno yo bueno un placer también para mí y bueno vuelvo a repetir lo que he dicho al inicio sin duda pues con mucha pena también por lo que está sucediendo en al final pues las guerras son algo что мы будем говорить, что это очень длительный момент и что я желаю лучше для русского народа и для того, чтобы он снова планирует, потому что для меня я очень много связан с Россией. Для него Россия тоже является чем-то глубинно внутренним, очень близким. У него огромное... То есть он никогда не был, но он читает очень много литературы, изучает и российскую историю, и очень многие важные аспекты, которые происходят у нас, и наша культура у него вызывает огромное уважение и любовь, поэтому он еще раз выражает свое участие в процессе, который сейчас происходит, в процессе того, что нам необходимо держать свет, быть сильными и быть чувствующими одновременно, поэтому он с вами благодарит, и я вас еще раз благодарю. До скорых встреч. Завтра, естественно, мы увидимся с вами на практике затмения. и у нас есть и у нас есть и у нас есть в России, но не живет в России. И у нас есть что-то, что-то несколько лет, когда я не могу еще разобраться, сколько я хочу, как я так называю, как я чувствовал, что я не могла И mañana voy a hacer la práctica de eclipse, de luna llena. No sé. Si me aparece la hora, lo voy a decir. De momento no sigo sin plan. A ver, cómo va. И завтра, конечно, я чувствую, что будет первая половина дня. Может быть, совсем прям утром. Рано, может быть. На любом случае, первая половина дня. Если не придет более четкое понимание, во сколько будет практика, я обязательно поделюсь. Но пока вот первая половина дня, жду вас. Будет очень мощный процесс. Gracias. Gracias infinitas. Un placer enorme. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.